Надо как-то менять, конечно, климат, атмосферу. Вот Америка занималась этим очень много, она, конечно, искусством шла через фильмы. Посмотрите, там все вопросы, когда думаешь, нет, ну правда, когда думаешь, что там в 70-е годы не мог черный ребенок войти во в том, что были разные школы. Что в 70-е годы, всего-навсего, что были разные рестораны, и мы видим, что сейчас президент афроамериканец, я уже боюсь сказать, слово некогда, вот так запугает. Но вы понимаете, это значит, есть, понимаете, надо как-то создавать, люди больше всего реагируют на чувство несправедливости. И это чувство несправедливости, оно ужасно. Есть чувство несправедливости, кстати, наверное, и у тех, и у других. Накопились взаимные обиды. Надо что-то делать с... Я бы на месте правительства, кроме того, что довольно жестоко бы к квалификации приводил экс-термитских преступлений, в том числе, чтобы у людей было чувство, что вот государство за тебя распутает. Если бы у Данова досидел бы два года, может, он был бы жив. Мы не знаем этого. Понимаете? Но, в принципе, вот это чувство несправедливости. Если есть чувство, что будет справедливое наказание, это снимает с тарату. Я бы принял бы какую-то, не знаю, на телевидении, на радио, в кино, в книгах какую-то просто активную программу. Я об этом не стесняюсь говорить, потому что надо, чтобы было стыдно. Вот это вот опять, это опыт американских, опыт французской реакции на национализм. Чтобы это стало не модно. Вот стыдно, когда сын говорит отцу, папа, ты идиот, ты расист, я не хочу с тобой жить в одном доме. Вот когда вот это, вот это надо, это создается, и опять, когда это идет от молодого поколения, это создается некоторым моральным климатом. В это надо вкладывать деньги и политическую волю. И вот эти двойной удар, мы справедливы, мы жестокие, пусть мы слишком жестокие, но мы жестоко квалифицируем каждое национальное проэкстремистское преступление, наказываем, и создать путем сериалов, фильмов, я не знаю чего, песен, понимаете, вот эти рэперы. Просто вкладывать в это деньги, о том, что, вы согласны, чувство морального стыда за это. Иначе мы не справимся. Пока, вот все, я заканчивал, пока я слышал только одно, что каждому футбольному матчу готовится как к военной операции. Вот сегодня, где-то вчера был футбольный матч, половина, там одна дрибуна была дагестанская, одна была русская, посередки были, пустые там были, сектора, которые были заполнены бойцами ОМОДа, спецбатальона, и это была военная операция. 13 тысяч военных и милиции было на этом футбольном матче. Это говорит о том, что тюпение уже идет, мало контролировано. Мне кажется, что надо что-то сделать. Спасибо.